Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Сегодня немножечко разрядим обстановку и мнение на бой выразим, сидя за штангой. Так, вы меня попросили, друзья, мнение на бой выразить. Это Хосе Сипеда и Хосе Педраса. Бой будет 15 сентября. Чуть я не забыл об этом бое. И, ну, так-то бой-то не очень значимый, ребята. Конечно, мало кого интересующий, но так как и боев значимых пока не намечается, то поэтому давайте поговорим об этом бое. Хосе Сипеда, ребята, боец, которым ни я не следил, ни вы, наверное, не следили. Но этот боец, который показал себя с положительной стороны в бою с Хосе Карлосом, с Хосе Рамиресом. Помним прекрасно этот бой. И именно это поражение, ребята, может затмить все победы Хосе Педрасы. Потому что прекрасно помним, как Хосе... Одни Хосе. Как Хосе Карлос Рамирес Мориса Хукера недавно удосрочил. Разбил, нокаутировал напрочь. Поэтому Хосе Сипеду со счетов, думаю, не нужно скидывать. По технике боя, ребята, ну, как бы боец обыкновенный, просто мексиканец. Мексиканец, и процент нокаутов говорит о том, что он бьющий мексиканец, крепкоголовый мексиканец. И если правильно поставить бой, то, конечно, его можно выигрывать по очкам. Но сможет ли это сделать Хосе Педраса, конечно, вопрос. Посмотрел букмекерские ставочки, ну, как бы на стороне Хосе Педрасы все, как бы. Но что можно еще сказать, друзья, по этому поводу? Я как бы и согласен с одной стороны, а с другой и не очень. Но по той причине, что вот это поражение, вот если просто заменить, давайте заменим, Хосе Педраса, допустим, на Сипеду в бою с Рамиресом. Я уверен, что Рамирес бы разбил этого Педрасу и ущерба еще больше бы нанес ему, я так думаю, просто образно. Хосе Педраса, друзья, чем обладает? Ну, я считаю, по технике бокса он немного как бы по разнообразнее, немного получше. В бою с Джеронтом Дэвисом мы увидели то, что у него, в принципе, крепкая голова, потому что много ударов Педраса пропускал в том противостоянии. В бою с Ломаченко провел все 12 раундов, и посмотрев на лицо Ломаченко и на лицо Педраса, конечно, много вопросов интересных возникает, как он умудрился по Васе нанести столько ударов в голову, в принципе, правильно. Ну, это я к чему, ребята? То, что человек может боксировать и может попадать, и даже с Бельтраном мы видели его, в нокдаун посылал, но тем не менее провел все 12 раундов. В том бою тогда Бельтрану, по-моему, предрекали все победу, но я в своем прогнозе, конечно, сомневался, потому что по технике бокса Педраса лучше, чем Бельтран. Он может и сближаться, он может и клинчевать, он может и поднимать руки. И вот еще давайте сопоставим некоторые факторы, и уже вывод сделаете сами, конечно. Кому интересно, ребят? Вот если честно, мне эти бойцы, в принципе, это неинтересны, так как я не вижу, что у них будущее там какое-то, потому что там, допустим, этот же, ну, кого возьмем? Джервонта Дэвис, это же Педраса, да, срочит. Вот, возможно, со своим нокаутирующим ударом он может и Сипеду досрочить, правильно? Потому что еще один Карлос Рамирес с Сипедой дрался, он его как бы, ну, не выстегнул, а посылал нокдаун по корпусу, видите что? Тоже мексиканец такой. Ну, потом, правда, Сипеда реабилитировался и нокаутировал этого мексиканца, как ни странно, хотя мексиканец был крупнее. Но дело не в том, ребята. Вот смотрите, какие два фактора получаются. Техника бокса, функционалка, как бы у Педраса получше, правильно? Потому что с Васей-то он, помните, сколько стоял, махал руками, и как бы и не очень уж и выдохся. Так, функционалка, техника бокса, держалка. Держалка тоже хорошая у Педраса, поэтому его нокаутируют, чтобы его нокаутировать, нужен действительно нокаутирующий удар, как вот у Джервонта, допустим. Но не нокаутер. Как бы минус на 23 боя, там 16, по-моему, нокаутом, если память не изменяет. Сипеда. По проценту нокаутов, в принципе, нокаутер, ребята. Это, ну, удар потяжелее, я думаю, чем у Педраса. Это раз. Второе. Еще раз повторюсь, то, что бой с Рамиресом, он даже вот это поражение перечеркивает все победы этого же Педраса. Потому что, ну, Рамирес, сами понимаете, боец, он жесткий, крупный мексиканец. Как бы по проценту нокаута не бьющий, но видим, что может сделать, когда хорошо попадет. Правильно, Хукера взял, видите, и удосрочил. Ну, значит, голова крепчайшая у Сипеды. Это раз. Функционалка тоже хорошая. По Рамиресу судим. Это два. Бой устроил. По технике, я думаю, он похуже Педраса, потому что, ну, как-то такой однообразный мексиканец. Поэтому здесь, если отбросить все вот эти факторы, там, у этого плюс, у этого плюс, у этого крепкая голова, у этого крепкая голова, остается что, друзья? Педраса потехничней, этот Сипеда поударней. Правильно? Если начнет попадать Сипеда, что станет с техникой Педраса? Правильно? Тоже как бы вопросик такой. И в последнем бою еще Педраса проводился там с каким-то бойцом, не помню, как его фамилия, в 10-раундовом бою, 9 раундов, хотя боец был, в принципе, не какушный. Мой вывод какой? То, что Сипеда тоже может побить ребята Педраса. И Сипеда мне, ну, знаете, чем он мне как бы получше нравится? Тем, что он все-таки более такой азартный, более смелый боец в плане того, что менее остерегающийся. Вот мне нравятся такие бойцы, которые менее, мало остерегаются. Но защита, да, хромает, много пропускает, но голова позволяет делать это. Поэтому, ребята, я бы как бы 50 на 50 здесь поставил. И если даже Сипеда выиграет этот поединок, ну, я нисколько не удивлюсь. Я даже как бы немножко на стороне Сипеды. Поэтому, ребята, может, даже знаете, как быть, может быть такое, что дойдет, скорее всего, дойдет до решения судей. И судей уже будут там, на чьей стороне они, как бы, ну, кому предпочтение отдадут. А судей сами, знаете, они как магнитная буря, в какую сторону дует. И они могут даже не как сами нас, бойцы, удивить, а как сами судьи иногда нас удивляют, правильно? Поэтому вывод делать вам, друзья. Но шанс у Сипеда есть. Прямо безусловно, ребята. Шанс есть. Как поставить бой, как поставить план на бой. Будет ли прессинг, потому что на Педраса нужно давить обязательно. Педраса в последнем бою работал в отходе. И ему было, как бы, комфортно работать в отходе. Если Сипеда будет так вот боксировать потихонечку, допустим. Вот если бы Хусе Карлос Рамирес с Хукером боксировал бы на дистанции, он бы, безусловно, проиграл правильно. Никто в этом не сомневается. А когда Хусе Карлос Рамирес, видите, начал уже сближаться на дистанцию, прорываться на ближнюю дистанцию, то видите, что получилось. Он разбил этого Хукера на раз. Вымотого разбил. То же самое, я думаю, если будет делать Сипеда, пробираться на ближнюю дистанцию и много драться. Мне кажется, он разобьет этого Педраса. Но если будет осторожнитель на дистанции, потихонечку набирать очки, то здесь, конечно, Педрасу трудно переиграть, потому что он технически получше. Но посмотрим в этом бою, ребята. Что они нам покажут. Ну, бой обещает быть интересным. Всего удачи, друзья. Подписывайтесь на Боевую провинцию, если есть желание. Сегодня на Боевой провинции 2, наверное, постримим. Там интересные новостенки поднакопились. И Мэйвезер возвращается. Ну, и сейчас, наверное, вы мне роличек прислали на тренер тренеров с этими резиночками упражнения. Правильно, неправильно, как делать. Я, наверное, вам покажу, ребята. Ну, все, пока. Удачи.